МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда пришел экскаватор отъехать, ему снова появилась работа. Раньше здесь была контейнерная площадка. Потом у предприятия, которое ее обслуживало, отобрали лицензию и площадку демонтировали. Для жильцов установили новые контейнеры. В частном секторе дважды в неделю собирают мусор машина. Но у людей оказалась просто мощнейшая генетическая память. И они упорно продолжают носить и возить всевозможные отходы на старое место. Вот буквально при погрузке мы часто наблюдали, то есть мы убираем мусор силами городских служб. И в это же время подъезжают машины и выгружают мусор. На совесть давить бесполезно. И места стихийных свалок будут контролировать. Так что выброшенные, где попало отходы, могут стать выброшенными на ветер деньгами. В течение дня объезжать несколько таких свалочных мест. И будем в случае, если в это время будет осуществляться правонарушение, будут применены меры административного воздействия. Штрафы будут достаточно весомыми. Простой житель с мусорным мешком заплатит 5000 рублей. Юридическое лицо от 20 до 50 тысяч. Галина Горлова, Дон-24. Счета за электроэнергию завышают. Пожаловались жильцы Ростовского дома по Богатяновскому спуску на встрече с кандидатами в депутаты Госдумы. Рабочая группа МинЖКХ приехала разбираться в ситуации и вскрыла проблемы посерьезней. Фасад вполне приличный, но внешность, как водится, обманчива. Со стороны двора дом выглядит совсем по-другому. Внутри ситуация еще хуже. В коридорах проваливаются полы, со стен летит штукатурка, трубы прогнили, грязь и смрад. В 50-х это было общежитие завода «Красный Дон». Теперь дом на городском балансе. И большинство квартир давно приватизировано. У них только комнаты приватизированы. Это все общее. Общий душ, тут общий туалет. Вот это все общее. Чтобы разобраться со счетами, пригласили представителей водоканала, энергосбыта и тепловых сетей. И оказалось, дом задолжал ресурсникам как минимум полмиллиона рублей. И здесь живут квартиранты, скажем так. Ну, соответственно, эти люди, потому что они непостоянные, временные, поэтому им и отношение к жилью такое, не хозяйское. Безответственные собственники ждут, когда дом признают аварийным и начнется расселение в новые квартиры. Так и складываются долги. Одна квартира задолжала водоканалу 200 тысяч. Так что суммы 10 и 15 тысяч за электроэнергию давно никого не удивляют. Если по результатам нашей работы мы выявим нарушения в платежах, то в данном случае мы официально, как рабочая группа, обращаемся в государственную жилищную инспекцию, которая на основании обращения рабочей группы по выявленным нарушениям принимает конкретные меры. Но разобраться со счетами рабочей группе так и не удалось. Дверь в подъезд, где стоят общедомовые приборы учета, никто так и не открыл. Галина Горлова, Стас Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Коноплян и сад обрекли на вырубку ростовские наркополицейские. Рос он в модернизированной теплице в Никлиновском районе. Садоводом оказался 29-летний местный житель. При задержании в Ростове у него изъяли 260 граммов марихуаны. Приехали с обыском домой и обнаружили незаконные заросли конопли и приготовленные для сбыта 760 граммов наркотика. В отношении подпольного агронома возбудили несколько уголовных дел. Сбыт наркотических средств и сбыт наркотических средств в крупном размере. А также частью первой статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». По самой строгой статье «Сбыт наркотических средств в крупном размере» задержанному грозит до 20 лет заключения. Весенний призыв стартует с началом апреля. К нему готовят военкомов, а также чиновников и правоохранителей со всей области. Их собрали в Батайске на двухдневный инструкторско-методический сбор. Этой весной на Дону приказано призвать 5000 молодых людей. Больше половины из них укрепят сухопутные войска. Служба 500 новобранцев будет связана с небом в авиации и десанте. 200 отправятся в ракетные войска стратегического назначения. 275 попадут в казачьи части. Президентский полк примет 15 дончан. Рота почетного караула – 35. А трое будут защищать страну, как ученые в научных ротах. «Более 75% ребят будут проходить службу на территории нашего Южного военного округа. Остальные 25% мы направим в учебное подразделение за пределы округа. Но в перспективе они получат военноучетную специальность и опять же вернутся служить на территории нашего Южного военного округа». В прошлом году Ростовская область отправила в армию больше 10 тысяч человек и уже не в первый раз признана лидером ЮФО по организации призыва. «Нам не стыдно за наших молодых людей. В большинстве своем они успешно справляются со своими должностными обязанностями. Работу призывных комиссий, как этого требует губернатор Ростовской области Василий Голубев, мы строим на принципах открытости, прозрачности». Число уклонистов медленно, но верно уменьшается. В прошлую призывную кампанию от армии бегали порядка тысячи призывников. По трем эпизодам возбуждены уголовные дела. В этом году одна из главных задач – комплектование, вновь сформированное под Новочеркасском, 150-й Идритской берлинской ордена Кутузова мотострелковой дивизии, той, чьи бойцы водрузили советский флаг над Рестагом. Его пополнят почти две тысячи призывников и контрактников. Елена Ребжанова, Юрий Санкин, Дон-24, Батайск. Вместо ремня безопасности в машине поводок, а детское сиденье заменяет переноска. Лаять и мяукать разрешается. При большом желании можно и голову в окно высунуть. Зоотакси запустил в Ростове владелец четырех собак и пяти кошек. Любовь к животному Владимира Соколова с детства. Дома всегда жили собаки и кошки. А зоотакси решил организовать случайно. Надо было везти больного пса в ветклинику. Но машина сломалась, а в такси брать крупную собаку отказались. Собаки у нас садятся здесь. На сиденье есть поводки для них. Застелено. А если перевозим кошек, то кошки в переноске спереди. Ну и маленькие собаки тоже спереди садятся. Клеток для животных нет. Нет, зоотаксист уверен, что оказавшись за решеткой даже ненадолго, животное получает сильнейший стресс. Среди клиентов много двортерьеров и бродяг, спасенных волонтерами. Машину сажает и грязных, и бальных. Паралист у него дешевле, чем в обычном такси. А иногда и бесплатный для самых несчастных. Если она агрессивная, то едет с хозяином. Обязательно намордник в ней должен присутствовать. Если она адекватная, нормальная собака, то возим без хозяина в клинику, из клиники. Малыш тоже клиент зоотакси. В приют его принесли несколько месяцев назад с переломанной лапой и мутными глазами. Девятилетний пес ослеп, хозяева от него отказались, и беспомощное животное попало под машину. Он не ходил, он слепой, не ориентировался на местности, не понимал, что мы от него хотим, не понимал, куда ему нужно идти. Поэтому пришлось первый день носить его катастрофически на руках. Волонтеры животное спасли, а Владимир решил стать ему хозяином. Ведь любую боль понимает сильнее остальных. Сам инвалид не работает правая рука. Щенка или здоровую собаку легче пристроить, чем слепого. Он слепой, нормальный пес, адекватный, хороший, красивый. Пускай живет, ему же тоже жизнь надо. Они молодцы, они умные, они лучше, чем люди. Так и получил малыш новый дом. А Владимира ждут новые пассажиры, которых в обычное такси не берут. Олеся Слонько, Юрий Бабенко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Отыгрались за пару минут до финальной сирены и добили соперника в овертайме. Хоккейный Ростов одержал вторую победу над Тамбовом и повел в полуфинальной серии до трех побед со счетом 2-0. Прошлогодние финалисты Кубка Содружества в этом сезоне выясняют отношения в полуфинале. Вторая игра по накалу страстей ничуть не отличалась от первой. Команды с первых минут бросают все силы в атаку. Воротари с честью держат оборону. Открывают счет ростовчане под занавес первого периода. Алексей Алтухов мастерски обводит защитника и отправляет шайбу в дальний угол. Во второй 20-ти минутке гости, немного прибавив скорости, забрасывают две шайбы в ворота Сергея Горелого. В третьем периоде уже хозяева выступают в роли догоняющих. Атака на ворота Волков следует одна за одной. Но голкипер стаи надежен. И все же за две с половиной минуты до финальной сирены Владислав Туник точным броском переводит игру в овертайм. До конца боролись. Использовали ошибку соперника, забили гол. Но в овертайме я сказал, что любой бросок по воротам за собой идет по доциальную угрозу. В дополнительное время ростовчанам для победы потребовалось чуть больше пяти минут. Все тот же Алтухов ставит точку 3-2 победа Ростова во втором матче полуфинала. Команда «Тамбовский» в полном состоянии. Немножко подсели. В третьем поговорили в раздевалке с пацанами, как бы, что надо это плей-офф, надо терпеть, надо находить силы себе где-то. В третьем уже на моральном волевых сравняли, но овертайм решил. Теперь команды отправляются в «Тамбов». Для получения путевки в финал нашей команде достаточно одной победы. Первый гостевой матч уже в четверг. Роман Саганов, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону. Источники его вдохновения где-то далеко в космосе. Азовчанин Дмитрий Селезнев за два с половиной года любительской астрономии сделал более тысячи снимков Луны, Венеры, Марса, Юпитера и Солнца. Днем Дмитрий менеджер по рекламе в магазине, а ночью астрофотограф. Вот сейчас наведемся на Солнце, пока небольшой просвет в облачности есть. Думаю, получится что-нибудь увидеть. А именно солнечные пятна. На звезду по имени Солнце, чтобы не повредить глаза и оборудование, смотрим в телескоп через серебристый фильтр. Он снижает яркость в 10 раз. В ближайшие полгода светило неактивно, поэтому кроме песчаного цвета окружности и голубоватого свечения из-за пленки ничего не разберешь. Лишь спустя 15 минут уже на экране ноутбука астрофотограф заметил тусклый объект. Небольшое пятнышко на Солнце нашлось. Когда магнитное поле Солнца в такой пучок образуется, вот это перемешивание в какой-то точке на короткое время останавливается. И получается область немножко более холодная, чем вся остальная. Через обычный телескоп с фильтром это выглядит как такое черное пятнышко. Запечатлеть черные пятнышки нам не удалось, но в идеале они выглядят так. Этот кадр Дмитрий сделал в январе 2016-го при помощи оптического телескопа. Именно через него астрофотограф уже два года снимает космические тела. Улучшает изображение цвета коррекции без фотошопа. В дневное время кроме Солнца можно увидеть Луну, Юпитер и Венеру. Больше всего мне нравятся мои работы по так называемому каталогу «Месье». То есть это такая табличка у меня, там 110 объектов, каждый из объектов там подписан, там туманности, галактики, звездные скопления. Работает в основном вечером или ночью. Летом отчетливо видны туманности Андромеды и Ориона. Весной Юпитера и Марса. За последним Дмитрий наблюдал три месяца по пять часов в ночь. И все же плотная космическая атмосфера не дает четко разглядеть детали. Так что, например, высадку астронавтов на Луну заснять было невозможно. Дмитрий, кстати, верит, что полеты были реальными, а не съемкой Стэнли Кубрика. Я очень досконально изучал все эти отчеты о высадках, смотрел фотогалереи, смотрел видео с Луны, там записанное. Множество там они проводили экспериментов. И если бы это было в павильоне, я не знаю, как Стэнли Кубрик должен был изобразить лунную гравитацию. А вот к уфологии астрофотограф относится с юмором. Все неопознанные объекты объясняют, это спутники или световые искажения некачественного оборудования. Хотя в инопланетную жизнь верит, правда, не в гуманоидов, а в микроорганизмы океанов на спутниках Юпитера и Сатурна. Юлия Сурикова, Юрий Бабенко, Дон-24, Азов.